Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Красотина Елена Ивановна. Я приехала из подмосковного города Слуха. Вы все прекрасно знаете, что формирование ценностных ориентаций — это очень важный этап в процессе становления личности. От основ, заложенных на этом этапе, зависит будущее человека. И мы считаем, что одним из самых положительных эффектов восстановления личности является участие подростков в детских и молодежных организациях, работающих именно по методике коллективного творческого дела. Эту методику разработал Игорь Петрович Иванов в середине XX века, но она является актуальной и действующей и сегодня в нашем таком бюрном, быстро развивающемся XXI веке. На примере своей детской организации «Поколение будущего» мы решили проследить, как же методика коллективного творческого дела помогает в формировании и становлении ценностей возростка. Наша организация работает уже 14 лет. В мае 2005 года она была создана со своим флагом, уставом, со своими клятвами, со своими законами. В нашей организации есть дела, которые традиционные, реализуются в течение года и помогают ребятам проявить себя. Да, вот вы видите наши основные дела. У нас есть и экологическая акция, когда мы после пляжного сезона выходим на берега Затона и убираем весь мусор, который оставляют там жители нашего города. У нас есть акция «Милосердие», когда мы делаем подарки обездоленным детям на Новый год, приходим со сказкой, сами сказку ставим, приходим и даем подарки. Конечно, патриотическая акция «Рассвет Победы» 9 мая. Замечательный творческий вечер свеча, где ребята читают стихи собственного сочинения и поют свои песни. Малый командорский совет, коммунарские сборы и шефская работа старше и младше. Конечно, у каждого этого дела. Вот, да, есть свои задачи, вы можете видеть их на слайде. Участие в жизни организации дает очень много практических знаний, помогает самоопределяться подросткам, находить свои сильные стороны, учиться работать в коллективе, брать на себя ответственность, доводить начатое дело до конца. Организация самих детей, а не за детей и не для детей. Вот что считал важным Игорь Петрович Иванов и то, что считаем важным мы в организации поколения будущего. Таких организаций много, да, вы все знаете, это и Рязань, и Москва, Санкт-Петербург, Реш, Дошкар-Алла, Котлас, Архангельск и другие города. Методика коллективного творческого дела продолжает оставаться эффективной педагогической технологией, оказывающая положительное влияние на формирование личности подростков. Вот об этом говорил в своих работах Игорь Петрович. Необходимость сохранения преемственности поколений, которые цементируют историческую память. Идеи общей заботы, единства действия, творческого содружества – это теоретический вклад по совершенствованию всех направлений воспитания в современном детском и молодежном движении. Энциклопедия коллективных творческих дел – это практические рекомендации по борьбе с негативными явлениями в молодежной среде и сибории. Для появления потенциала коллективного творческого дела, формирования ценностных ориентаций подростков, мы провели исследование. Мы составили анкеты из вопросов, исследовали нашу детскую организацию. Мы спрашивали ребят, которые только пришли в организацию, еще не успели поработать по методике КТД. И ребят, которые уже более трех лет работают в этой методике, в том числе выпускников организации, которые продолжают в своей жизни применять методику коллективного творческого дела. 82 человека прошли наш опрос. И я хочу ознакомить вас с результатами нашего исследования. Что дает участие в делах детско-общественной организации поколения будущего? Вы тоже можете видеть ответы на слайде. Среди ответов прослеживаются очень важные, практически необходимые в современном мире личностные качества и профессиональные навыки. Именно поэтому важно обратить внимание на эти ответы. Ведь все перечисленное формируется с помощью методики коллективного творческого дела. Выпускникам мы задали вопрос, какие навыки, приобретенные в организации, для них стали по-настоящему полезными и пригодились в жизни. Отвечали выпускники. Вы тоже можете видеть эти ответы. И на основе этих ответов можно сделать выводы о том, что полезные навыки, которые выделяют подростки, на 100% совпадают с тем, что выделяют выпускники. То есть, что пригодилось им действительно по жизни. Так как процесс формирования ценностных ориентаций молодежи это очень практическая часть жизни, то можно говорить о прямой зависимости между приобретаемым с помощью ГТД навыками и формирующимися жизненными ценностями за счет собственного практического опыта. Но для того, чтобы подтвердить основную мысль нашей задумки, мы задали вопрос о ценностях. И вот две сравнительные диаграммы вы можете видеть, которые выделяют для себя ребята, регулярно работающие по методике ГТД и ребята, которые еще не работали по данной методике. Вот по диаграмме вы можете видеть, да, как отвечать? Левее, да, диаграмма, которая поменьше, да? Это вот то, что говорили ребята, не работающие по методике ГТД. Они выделяют, ну, в основном, 16 базовых ценностей, о которых, скорее всего, говорят в каждой семье, в школе, да, вот? И по телевизору. И по телевизору, да, то есть это стандартные ценности. Ребята, которые работают в организации, посмотрите, насколько шире их ответы, что важно для них в этой жизни. Вот помимо базовых ценностей, да, о которых задумывается каждый человек, заложенный в основу каждого дела организации, ребята, почему они это выделяют? Потому что все эти дела заложены, то есть ребята еще сами придумывают же эти дела, сами проводят и сами анализируют. И вот отсюда мы получаем большой спектр ценностей. Говоря о процессе формирования жизненных ценностей молодого поколения, стоит отметить наиболее эффективный способ передачи главных ценностей. Каган говорил, передать другому свои ценности можно лишь в процессе духовного общения, то есть такого поведения, которое основано на отношении к другому не как ученику, незнайке, нуждающимся в получении знаний, а как к равному себе субъекту, хотя бы он был ребенком или представителем другой культуры. Помимо этого исследования, мы провели еще одно, как можно следующий слайд. Также у ребят, мы спрашивали об их успеваемости, ребята состоящие в организации и не состоящие в организации. Вы видите, что успеваемость в школе, ну она практически не меняется. Она на одном уровне, да, и у тех, и у других ребят. И помимо успеваемости, мы еще исследовали такой вопрос, как организация свободного времени. И здесь можно заметить, что ребята, которые не входят в организацию нашего поколения будущего, вот у них намного меньше спектр их занятий по внешкольному времени. В то время как ребята, помимо того, что учатся и еще ходят в нашу организацию, посмотрите, сколько еще они успевают делать, да. При этом, при равной учебной нагрузке и равных, да, знаниях. То есть мы видели, что успеваемость у них одинаковая. Члены организации успевают гораздо больше посещать занятия. Это еще один полезный навык, который отмечают поколенцы. Организация научила успевать делать все, что нужно, не растрачивая время к обыску. Можно следить? Через все дела проходит основная мысль методики Игоря Петровича Иванова и работы нашей детской организации «Поколение будущего». А по совместительству это наш главный закон. Каждое дело людям, иначе зачем. Следуя такому закону, методика КТД действительно помогает находить наиболее важные для себя жизненные ценности. Не ограничиваясь лишь базовыми, совершенствует лучшие человеческие задатки, позволяет нравственно и духовному расти, находя выход своим эмоциям, взглядам и мыслям в реальных добрых делах, так необходимых нашему миру. Поэтому, опираясь на результаты нашего исследования, с полной уверенностью можно констатировать не только актуальность идей Игоря Петровича Иванова, но и положительное влияние применения методики коллективного творческого дела в работе детских общественных организаций на формирование ценностных ориентаций молодежи. И хочется отметить, что выпускники нашей организации говорят о том, что методику коллективного творческого дела, то есть они закончили школу и на этом КТД не ушло из их жизни. Эту методику они активно применяют в институте, когда им надо научиться там тоже, да, и себя ставить в коллективе. И при написании курсовых работ и дипломов им тоже помогает методика коллективного творческого дела, и в работе она помогает, но и самое главное, она дальше помогает в семье, потому что ребята научились это делать, и они несут эту методику в свою семью. Они организовывают праздники, и они организовывают работу вообще вот в семье, даже посуду можно в творчестве, да, и учить своих детей. То есть вот очень важно, что они научились этому, и несут это дальше по жизни, и приносят уже дальше своим детям. Спасибо. Спасибо. Спасибо.